Всем привет! Сегодня расскажу свой опыт по изучению норвежского языка и предупреждаю сразу, это не будет счастливая история по типу, как я выучила язык за один год. Нет, на мой взгляд, я учила язык сравнительно медленно и долго. Смотрите, в каком красивом месте я сегодня. Поселок называется Елля. Такой прикольный. Подведя итоги на сегодняшний день, могу сказать, что мой путь к норвежскому был разделен на некие три этапа. Первый базовый этап это было через личного преподавателя. Второй этап это было через норвежскую среду, когда я устроилась работать барменом. Ну а третий этап через погружение в профессию, это когда я устроилась работать экономистом. Вы только посмотрите на эту красоту. Погода сегодня просто шикарная. Ну а теперь всё по порядку. Переезд в Норвегию был запланирован, поэтому я начала изучать норвежский язык, ещё будучи в Риге. Там я нашла частного преподавателя, с которым я занималась раз в неделю. Все правила она мне объясняла на латышском языке. И таким образом по приезду в Норвегию у меня уже была некая база знаний. И мне казалось, что я могу уже на элементарные примитивные темы общаться с людьми и понимать их. Смотрите, какая тут ретро-заправка имеется. Даже пистолет есть, который можно заправить. Правда, он прикован или замёрз, не знаю. В общем, по приезду в Норвегию всё оказалось не так-то просто. Потому что, когда мы приехали в этот городок, где мы сейчас живём, я впала в некий ступор. Мне казалось, что все люди здесь разговаривают совершенно на другом языке, а не на том, который я учила. И не могла их понять, что они говорят мне. А всё дело в том, что в Норвегии два вида норвежского. Один это букмол, на котором разговаривает 90% населения и считается более классическим языком. А второй это неножка, на котором разговаривают оставшиеся 10%. И что вы думаете? Нас, конечно же, угораздило приехать в тот городок, где официальный язык это неножка. Это тот, на котором разговаривает всего лишь 10% населения. Смотрите, какая красивая беседка тут на фоне таких красивых гор заснеженных. Здесь так спокойно, просто одно наслаждение. Пересядем, может быть, на скамеечку. Давайте заглянем во внутрь беседки. А вот там столик такой, лампа, скамейки. Очень уютненько выглядит посидеть там. Чтобы вы понимали, неножка имеет другие правила письменности, грамматики и произношения. Поэтому для человека, которому норвежский абсолютно чужой язык, каждое любое минимальное изменение в слове воспринимается как новое слово. О, смотрите, тут есть спуск в воде даже. Красотища. Я понимала, что я не хочу начинать учить язык заново с нуля, а хочу продолжать учить букмол. Но в нашем городке это оказалось не так-то уж и просто, потому что все курсы тут были только нененожки. В итоге я пошла на эти курсы и, конечно же, создала себе в голове полный хаос. Вода такая спокойная, блин, прям так и хочется побросать камушки. Давайте попробуем. О, получилось. И знаете, какой парадокс был? Если часто люди, когда изучают новый язык, они говорят, что они все понимают, но не могут сами разговаривать, то у меня было совершенно наоборот. Я могла разговаривать на норвежском, но я не понимала, что мне говорят местное население. Через полгода я приняла решение, что буду продолжать учить букмол с личным преподавателем, с которым я начинала учить в Риге. И на неношкурсы здесь ходить больше не буду. Через год пребывания в Норвегии я устроилась на работку официанткой-барменом. И во время этой работы, конечно же, я заметно подтянула свой норвежский, потому что пришлось общаться много с людьми из разных регионов, которые разговаривали на разных диалектов, и результат, конечно, был заметен. Плюс я еще поменяла частного преподавателя. Я перестала заниматься с преподавателем, который был из Риги, а нашла норвежского, то есть коренного преподавателя, и занималась с ним. Но мне, если честно, не очень понравились его методы преподавания, поэтому через полгода я с ним закончила курсы, и потом какое-то время вообще специально не занималась норвежским языком. Ну что, пойдем туда, где все следы замело, и никто еще не ходил. Будем первыми открывателями. Через два года работы барменом я устроилась на офисную работу экономистом. И знаете, никто у меня не попросил даже никакой бумажки, которая подтверждает уровень моего норвежского языка. Все выводы были сделаны, только основаясь на мой разговор во время интервью. Вот лодочки зимуют, вот на берегу лежат, снегом покрытые, ждут своего дня. Присяду сюда и расскажу же вам, что случилось дальше. Дальше для своего же спокойствия я решила, что мне надо сдать государственный экзамен на Шкпре, и начала к нему готовиться. Я много смотрела на ютубе норвежскую преподавательницу Каранца, и записалась к ней на курсы. Там акцент в основном был на письменную часть экзамена, поэтому писала очень много сочинений. И мне понравился один метод. Этот метод такой. Сначала пишешь сочинение на норвежском языке, потом переводишь его на родной язык, а потом обратно на норвежский язык. И таким способом можно очень быстро и легко выявить проблемные и слабые места, которые, соответственно, потом надо прорабатывать. Смотрите, дошла до места, где речка впадает в озеро. Из-за того, что воды сейчас мало, такой вот пляж оголяется тут. Красиво. В итоге я сдала экзамен на уровень B2, но, откровенно говоря, по сей день я не могу сказать, что я свободно владею норвежским языком. А вся проблема в том, что из-за специфики моей работы я очень хорошо владею техническим или деловым языком, потому что очень много читаю законы, профессиональную литературу, правила, но при этом очень мало общаюсь на бытовые темы. Такой красивый пляж каменный тут между речкой и озером. У меня есть подруга, которая тут работает парикмахером в салоне. И я с уверенностью могу сказать, что она на бытовом уровне владеет норвежским лучше, чем я, хоть она и не сдавала никакой экзамен. Просто она постоянно болтает на работе с своими клиентами. В то время, когда я на своей работе, в основном сижу за компьютером и кучей бумаг. А с коллегами, на отстраненные от работы темы, общаюсь только во время кофейной или обеденной паузы. Вывод очень простой. Прогресс изучения языка во многом зависит от работы. Посмотрите, какая чистая прозрачная вода. Каждый камушек на дне виден. Красотища. Как вы, наверное, могли уже догадаться, у меня сломался микрофон, и поэтому концовку видео записываю дома. В общем, хочу поблагодарить вас, что были вместе со мной во время этой прогулки, и до встречи в новых видео. Пока! Здесь какой-то третро-отель есть. Работает только летом. Работает в доме.